Поговорим о стрессе и его влиянии на тело. Поза напуганного человека выглядит следующим образом. Оцепенилась в ногах, согнутые туловища и руки в сочетании с разогнутой верхней частью шеи. Проблемы возникают тогда, когда такая осанка сохраняется длительное время. Что делать? Займемся разгибанием передней линии тела. Главное правило для всех упражнений – ровный и собранный позвоночник. Для этого подтяните мышцы тазового дна кверху, пупок прижмите к позвоночнику, удлините прямую мышцу живота, подбородок опустите к еремной впадине, выпрямите шею и затылком давите в плоскость позади себя. Дышите максимально, раскрывая диафрагму. Плечи и лопатки тянем к тазу. Упражнение первое. Становимся на колени, положив стопы в подошвенном сгибании на пол, и садимся на пятки. Таким образом проверяем способность к растяжению нижнего отрезка поверхностной линии тела, стопы и голени. Упражнение 2 выполняем только после того, как легко выполнили упражнение 1. Для удобства разводим стопы и опускаем ягодицы на коврик. Мы продолжаем отклонять корпус и удлинять поверхностную линию тела от колена до таза. При этом происходит разгибание в тазобедренном суставе. Здесь мы можем поработать с плечевым поясом. Поднимите согнутые в локтях руки или выпрямите руки за головой. Упражнение 3. Кобра с подъемами стоп на полу. Это отличный способ продлить растяжение от пальцев ног и усилить его в животе. Следим за шеей, подтягиваем подбородок и голову держим высоко. Выходим из упражнения и компенсируем его сразу в позе ребенка, растягивая заднюю поверхность тела. Упражнение 4. Мост с прижатой на полу шеей, чтобы оттянуть сосцевидные отростки от еремной впадины грудины. Пальцы ног вытягиваем, чтобы растяжение распространилось на ноги. Выходим из упражнения и сразу компенсируем его, прижимая согнутые ноги груди. Упражнение 5. Это наклон назад и вытяжение всей поверхностной линии тела. Поставьте стопы на ширине таза, немножко закосолапив. Выпрямите позвоночник. Согните ноги в коленях. Ощутите, что вес тела находится в подушках пальцев ног. Положите ладони на верхнюю часть ягодиц. Начните аккуратно выпрямлять ноги и подвздошные кости толкать вперед. При этом следите за пупком, прижимайте его к позвоночнику и следите за шеей и подбородком. Если появляется боль в нижней части спины, обязательно прекратите упражнение. Компенсация всего комплекса, наклон вперед, вытяжение задней линии тела. Почувствуйте, что вес тела в подушечках пальцев ног. Обязательно следите за тем, чтобы позвоночник был ровным. Для удобства согните ноги в коленях и положите живот на бедра. Переведите внимание в мышцы передней поверхности ног и сильнее ими толкайте в пол.